Ферма смерти для домашних животных в пригороде Камнец-Подольского. Владелец табуна, лошадей и морил их голодом. По словам местных жителей, только в этом году умерли пять скакунов. О жестоком обращении с животными волонтеры сообщили в полицию. Подробности в сюжете. Вместо конюшен, лачуги, ни еды, ни воды. Смотрите, какие он худые. И тут у него рана какая-то, бог знает, чего. Походу, что с храбаками. 17-летняя Карина пришла на ферму учиться в верховой езде. Увиденное ее шокировало. Сразу забило тревогу, разместив фотографии животных в соцсетях. Когда волонтеры приехали на ферму, то увидели нескольких голодных лошадей на привязи. Остальных хозяин спрятал в лесополосе, возле железной дороги. Состояние животных было жутким. Это все шкира и кистки. Тут нет ничего. На них уже под мордой появился грибок. Сам же фермер утверждает, что все это ложь. За животными он ухаживает. Тут нормальные условия. Мы просто закупляем стену, закупляем обвес. А что за такие худые? Это беговые кони. Кони мои сытые, нормальные. Но вот почему на ферме умер жеребенок, хозяин почему-то не знает. Рук должен быть утилитизированный, согласно законодательству. А в чем собаку удавать? Пес должен быть поедет? Может это проблема в всем? Или выкинутся смертник, а пес закрывает голову. Так выходит? Ведь в службе разводят руками. Говорят, наказать фермерам могут. Но штраф копеечный. 136, согласно к кодексу административных правопорушений. Складываем акт, складываем протокол и припис на усунение. Если он не усунет через определенный период, мы снова накладываем штраф. Волонтеры же требуют привлечь владельца лошадей к уголовной ответственности. Я вижу ситуацию в том, что была порушена криминальная справа по факту жестокого поводжения с тваринами. Эти тварины были вылечены в него, або проданы за допомогою государства, людям, которые будут про них торбовать. В полиции проверяют действия владельца лошадей. Пока за нарушение ему грозит админответственность. Правоохранители в ходе огляда места событий установили, что действительно значная часть из тех коней находится, не можно сказать, что в жахливом, а в таком критичном состоянии. Если будет собрана соответствующая база, то будет решено вопрос о притягивании других людей. Если вину владельца лошадей докажет, то он заплатит штраф почти 5 тысяч гривен. Марина Григорян, Лариса Светловская, Тарас Тарасов. Подробности телеканал Интерхмельницкая область.